Здравствуйте, дорогие мои друзья, соратники, ну и конечно же, случайные зрители. Прежде чем продолжить свое повествование о загадочном объекте, который называется Каменный Герцог, я хочу ненадолго отвлечься от основной темы и сделать что-то вроде вступления. И начать я хочу с вопросов и комментариев. Дело все в том, что нас уже 10 тысяч, за что я хочу отдельно поблагодарить не только Мишу Вольнодумца и Колю Суботина, но и вас, дорогие мои зрители. Благодаря вашей реакции на мои выпуски в виде лайков, комментариев и замечаний, которые я безусловно учитываю, я стараюсь в меру своих сил и возможностей каждый свой новый выпуск делать чуточку лучше, нежели чем предыдущий. И вот тут, друзья, начинает возникать проблема, которая из снежного кома скоро превратится в лавину. А именно, это ваши вопросы, комментарии и дополнения по той или иной теме. Я, к сожалению, уже просто не успеваю ответить на интересные вопросы и прокомментировать некоторые ваши наблюдения и дополнения. Поэтому я хочу вам предложить вот что. На своей странице ВКонтакте и здесь непосредственно во вкладке «Сообщество» я сделаю две записи. Ну и назову их, допустим, «Вопросы», «Комментарии» и «Пожелания». Ну а вы, в свою очередь, просто дублируйте их туда. Желательно с пометкой «Выпуск такое-то» название. Ну и далее все, что хотите у меня спросить, уточнить или же дополнить. Ну а я, в свою очередь, в зависимости от того, сколько их наберется, буду делать отдельные выпуски. Как вам такая задумка? Давайте, по крайней мере, попробуем и посмотрим, что из этого получится. Ну а в этом выпуске, в качестве пробного шара, я попробую ответить на некоторые вопросы и прокомментировать некоторые забавные высказывания. Ну и, конечно же, по традиции, как же без этого, я хочу обратиться к уважаемым оппонентам. Уважаемые господа, ну проявляйте хотя бы толику уважения к самим себе в тех самых случаях, когда вы пытаетесь что-то опровергнуть. Подкрепляйте, пожалуйста, ваши опровержения хоть какими-то фактами и желательно документальными. Ну что вы права, как девы юные, все эмоции да эмоции. И вот что это за высказывание, ну как мне его оценивать? Один вот написал. Почему, говорит, ты ходишь в немецкой кепке или пилотке? Причем, что самое обидное, он не спросил, почему я в круглых очках. Ну и у меня, соответственно, так как воображение хорошее, сразу нарисовалась картина. Сидит, значит, такой брутально сумбурный дядя, смотрит выпуск о Герцогештайне. Ему все ясно и понятно, и вдруг появляюсь я в кепке. И тут же у этого зрителя наступает когнитивный диссонанс и слом шаблонов. Ему абсолютно неинтересно и неизвестно такое явление, как самоирония, и что ходить по сопкам, ну допустим, в том же цилиндре неудобно. И вместо того, чтобы сжалиться надо мной и подарить мне челму или хотя бы буденовку, он задает мне этот важный вопрос. Или же другой комментарий, который меня, ну весьма позабавил. Тут говорит, все просто и понятно, но вот ты сразу видно в армии не служил. Причем автор этого шедевра посчитал ниже своего достоинства уточнить, в какой именно армии я, по его мнению, не служил, а уж тем более в каких войсках. Я же со своей стороны, чтобы уточнить некоторые моменты, хочу задать встречный вопрос. Подскажите, а как, допустим, служба в качестве акустика на подлодке поможет мне в моих исследованиях? Либо другой пример. Вот есть у меня приятель. Даже не приятель, а скорее знакомый. Ну так вот, три положенных на тот момент года он в прямом смысле этого слова протрубил на новой земле, за что его без экзаменов взяли в Мурманское музыкальное училище. Я абсолютно серьезно. Человек все три года играл на трубе и на новой земле. А там, между прочим, бомбы атомные взрывали. Или это, по-вашему, не настоящая служба? Или вот еще, самое распространенное. Время от времени мне нет-нет, да предлагают пообщаться с какими-то местными. И вот чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос, я расскажу вам один старый советский анекдот. Приезжают как-то в город Мурманск телекорреспонденты. Ну и для антуража, помимо всех остальных съемок, им нужно отснять коренного мурманчанина. Ну вот прям такого типичного. И тут, значит, они видят, идет двухметровый голубоглазый, касаясь сажень в плечах. Ну точно коренной мурманчанин. Ну и тут, значит, заработали камеры. Корреспондентша подбегает к этому гиганту, викингу. Ну и, соответственно, говорит. А вот, товарищи, нам навстречу идет настоящий коренной мурманчанин. Здравствуйте. О, яка гарная девчина. Здоровеньки булы. Отвечает ей коренной мурманчанин. Корреспондентша пала в ступор, остановилась и тихо так его спрашивает. А вы точно коренной мурманчанин? Звисно. Як там не е коренный. И это анекдот советских времен. Сейчас же коренной мурманчанин запросто может ответить вам на приветствие. Салам алейкум. Кстати, пользуясь случаем, хочу передать привет Магомету. Мага, привет. Ну а теперь, с вашего позволения, я перейду к вопросам, которые касаются первой части моего выпуска о Герцоге Штайне. Кто еще не посмотрел его, ссылка будет в описании. Итак, вопросы от Катерины Гнат. Цитирую. Первое. Что за ржавые линии на скальной породе? Ну, это как раз те самые четыре ряда колючей проволоки. Причем, если вы внимательно посмотрите мой предыдущий выпуск и остановите видео на моменте 5 минут 40 секунд, то вы увидите один весьма любопытный момент. Обратите внимание, как идет стена, ну или фундамент, и как ее пересекает колючая проволока. Ну и заодно, также остановите видео на моменте 12 минут 13 секунд и на моменте 12 минут 56 секунд. Вы человек наблюдательный, я думаю, что мне сейчас не нужно объяснять, почему я попросил вас остановить видео на этих моментах. А чуть позже Костик Циолковский вам все подробно покажет. Второй вопрос. Как можно вырыть подземелья в скальной форме? Ну, при использовании современных технологий, безусловно, можно, хотя это долго и трудозатратно. Опять же, цель должна оправдывать затраченные на нее средства. Обладали ли нацисты такими технологиями? Безусловно, да. О чем есть свидетельства, указывающие на то, что некоторые катакомбы – это действительно их рук дело. Но тут, опять же, есть существенные нюансы. Ну, во-первых, это масштаб. В одном из своих выпусков, где я рассказываю о катакомбах города Александровска, я показываю фотографии конца 19 века, где рукотворные пещеры, или, как меня поправили, катакомбы, уже имеют место быть. Но это далеко не идентичный случай. В последующих своих выпусках я подробно расскажу о других катакомбах, упоминания о которых датируются 16 веком. И вот по сравнению с теми катакомбами, нацистская технология выглядит, мягко скажем, примитивно. Третий вопрос. Скалы, образующие пол, на вид, как будто бетон растекся по округе. Это ложное ощущение? Нет, не ложное. Таких мест, где отчетливо видно, что гранит и базальт стекал и даже пенился, предостаточное количество. И я вам эти места обязательно покажу. Четвертый вопрос. На заднем плане, за вашими спинами, мелькали камни, издалека похожие на мегалитические блоки. Видимо, это обман зрения. Показалось. Но что я тут могу сказать? За все время наших исследований, таких вот явно откровенных мегалитов, мы не встречали. Другое дело сейды. Если мы рассматриваем их с точки зрения рукотворных объектов, а на некоторых сейдах явно видны следы обработки, то вот их, пожалуй, мегалитами назвать можно. Далее Екатерина пишет. Предположим, что альтернативщики, которые выдвигают теорию о сверхмощном оружии, которое плавит камни, правы. В общем, моя больная фантазия нарисовала такую картину. Когда-то, еще до образования окопов, выложенных из мелких камней, на данном месте располагались мегалитические строения, по которым нещадно палили из того самого оружия, которое оплавило до неузнаваемости постройки. А подземные ходы – это помещения, которые находились в постройках. А траншеи, расчерчивающие платформу на участке, – это граница этих зданий или кварталов. Спустя время на эти земли пришли другие люди и построили окопы и дороги. Окопы напомнили о высеченной в горах на большой высоте каналы для воды на много сотен километров, где-то в Мезоамерике, смотрел ролик на других альтернативных каналах, и вода по ним течет до сих пор. Но что я могу сказать вам по этому поводу? То, что вы называете больной фантазией, видимо, заразно. Потому что точно такую же мысль, ну практически один в один, высказал человек, который никакого отношения к альтернативщикам не имеет. Более того, его профессия – самое что ни на есть прикладная. И имеет самое прямое отношение к строительству. Ибо по профессии он прораб. Когда он сам лично обошел много километров и увидел множество разных и странных объектов, он практически слово в слово произнес то, что вы написали. Более того, именно к такому выводу приходят практически все участники моих экспедиций, независимо от их профессии и образа жизни. И что самое забавное, почти к такому же выводу пришел и Женя. Это тот самый человек, благодаря которому вы видите то, что видите. И вот именно как раз он о Мезоамерике знает не с экранов мониторов и телевизоров, а лично. Но позвольте, для начала я вам кое-что покажу. Итак, дорогие мои друзья, перед вами Мезоамерика – археологический памятник в Перу, который называется Пайпутамарка. Ссылка на статью и фотографии нашей соратницы будет, как всегда, в описании. И что же нам говорит по этому поводу Википедия? А говорит она следующее, что это руины крепости до Колумбова периода. И что о городе до настоящего времени известно мало, даже его точное название неизвестно. И знаете, что самое любопытное? Эту крепость или город открыл некий Пауль Фехас во время экспедиции в 1940-1942 годах. Ну а для тех, кто не понял, почему я заострил внимание на этой дате, поясню. Герцог Штайн также был открыт, или, как утверждают мои оппоненты, построен в это же время. Ну и что теперь прикажете им делать? А ведь по поводу совпадений я так думаю, что даже ничего объяснять не нужно. Вы все видите сами. И разница заключается только в том, что перуанские руины ухожены и отреставрированы, ну а наши, как всегда. И ладно бы, если бы такой объект был один. Но он не один. Причем как в Латинской Америке, так и на северо-западе Кольского полуострова. Ну вот если брать расстояние где-то в 10-15 километров на северо-запад, то аналогичных объектов, как Герцог Штайн, ну где-то около 8. И это только на северо-запад, и это только в ближайших окрестностях. А если посмотреть в сторону Заозерска, то в принципе можно сбиться со счету. Но мы сейчас рассматриваем один единственный конкретный объект. И ладно руины, которые приписывают не то инкам, не то кому-то еще, так там еще и дорог навалом. И вот как-то они подозрительно похожи на дороги Кольского полуострова. Но об этом мы поговорим отдельно. В третьей части выпуска о древних дорогах Кольского полуострова. И мне будет, что вам показать. А в данный момент, рассматривая эти фотографии, возникает справедливый вопрос. Что делать моим любимым оппонентам? Ну вот я лично вижу тут только один выход. Им нужно собраться вместе, поехать в Южную Америку, и выстроившись в пикет с плакатами у каких-нибудь аналогичных развалин, скандировать «Ваши древности – это фейк, мы точно знаем, что это построили фашизды». Причем в качестве аргументации говорит следующее. «Вы не служили в армии». Я же со своей стороны буду делать то, что я делаю. Ну а теперь давайте посмотрим вот на эту фотографию, запомним ее и пока отложим в сторону. Я же с вашего позволения продолжу. «Сначала вот, ну, вроде кажется, да, что это естественная ерунда. Сейчас мы пойдем дальше, увидим, как доделось, и увидим древнюю-древнюю каменоломню. А потом мы увидим лифт». «То есть ты, как бы, там думаешь, что была каменоломня с той стороны?» «А мы сейчас это увидим. Она, я это не думаю, это по факту есть. Мы сейчас это все увидим. Мы увидим и каменоломню, и пещеру заваленную с воды, вход которой. Вот. И много чего очень интересного. Обращаю ваше внимание, что сейчас на часах покажу. Сейчас на часах у нас 22.59, то есть 11 часов вечера. И вот так вот светло. Это вот настоящие белые ночи русского севера. Ну, а теперь я покажу вам то, что так давно хотел вам показать. За один день все отснять не получилось, по абсолютно банальной причине. У Костика сели батарейки, поэтому какие-то съемки будут в один день, а какие-то в другой. Да, и чтобы вы сориентировались на местности, поясню. То, что вы сейчас увидите, находится ниже каменного герцога. И, по всей видимости, это как раз и объясняет его несколько странное предназначение. Ну, а если говорить проще, по нашим предположениям, он как раз и охранял то, что вы сейчас увидите. Ну, я думаю, что здесь, по сути, и доказывать нечего. А вы сами и так все видите. Оппоненты, конечно, приведут массу аргументов в пользу того, что это природный объект, начиная с того, что это сделал ледник и заканчивая тем, что здесь была река. Ну, во-первых, я никогда не слышал, чтобы ледник шел с юга на север, а этот проход идет именно в этом направлении. Ну, а что касается рек и ручьев, так сложилось, что на Кольском полуострове они текут с запада на восток. Да и ближайшие водоемы находятся гораздо ниже, нежели чем этот проход. А еще меня очень сильно смущает вот эта вот ровная каменная площадка. То, что ее выложили нацисты, я в этом тоже сомневаюсь, потому что камни подверглись достаточно серьезной эрозии. Ну, опять же, это исключительно мое мнение. Ну, а сейчас вы видите то, что я поначалу принял за мост. Та насыпь, которая находится под водой, выложена из валунов. Это особенно хорошо видно, когда воды мало. Ну, а свалы по бокам вы и так прекрасно видите. Позже я пришел к выводу, что это что-то вроде дамбы либо пристани. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а вот это я даже не знаю, как это назвать. И комментировать, по сути, смысла нет. Что это? Лестница, лифт, подъемник. Как это сделано? Чем это сделано? И посмотрите, куда это все ведет. Субтитры сделал DimaTorzok А вам, кстати, это ничего не напоминает? Обыкновенный опорник, да? Ничего необычного. Ну, вот мы, наконец-то, и дошли до самого главного. Я обещал вам пещеру, и вот она перед вами. И да, вход в эту пещеру аккуратно завален. Мы, кстати, даже знаем, как это сделали и кто это сделал. На противоположной стороне, откуда, собственно, Женя и ведет съемку, наверху на сопке стояла пушка. Вот, кстати, то, чем она стреляла. Ну, и гансы, соответственно, вход из этой пушки-то и обвалили. Причем сделали это, как вы видите, аккуратно. Кстати, настоятельно рекомендую посмотреть эту пещеру еще раз и в замедленной съемке. Вы увидите много интересного. Ну, например, справа от завала находится шлюз. Как мы выяснили, что это пещера? Да по многим параметрам. Но окончательный ответ, как всегда, за товарищем майором. Он просто решил туда занырнуть. Ну, и где-то на глубине двух метров, а общая глубина там, ну, где-то примерно метров 10-15, его начало затаскивать течением прямо под эту скалу. А, в общем, когда он пулей вылетел на берег, вид у него был, мягко скажем, ошарашенный. В принципе, разобрать этот завал не составляет труда. Другой вопрос. Что мы там найдем? И оно нам надо? Итак, дорогие мои друзья, я показал и рассказал вам, наверное, все, что касается этого загадочного объекта, потому что для меня и моих соратников здесь, конечно, больше вопросов, нежели чем ответов. Ну, а вы, конечно же, сами вправе делать собственные выводы. Ну, а я смею надеяться, что вам было, по крайней мере, не скучно. Спасибо вам за внимание, ну и всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok